11.05 точное столичное утро среды как обычно мы проводим в спортивном режиме и ближайшие 60 минут говорим о спортивных победах об успехах и собственно о проблемах если они существуют тоже с удовольствием говорим тема нашей программы сегодня это самбо национальному виду спорта исполняется 75 лет и в связи с этим рада приветствовать сегодня своих гостей это Сергей Бадаков президент федерации самбо Москвы доброе утро Сергей Львович и Максим Неганов чемпион мира по универсальным боям 2011 и 2013 годов победитель кубка мира по самбо 2007 и 2010 правильно Максим совершенно верно я вас во-первых уважаемые мои дорогие гости поздравляю с тем что вашему виду спорта которому вы отдали наверное не один десяток лет исполняется 75 вы в этом виде спорта Максим сколько лет уже наверное 16 лет а то есть у вас совершеннолетие уже не за горами да Сергей Львович а ваше 77 года то есть у вас стаж конечно серьезный солидный вы сами наверное занимались ну конечно а потом уже стали таким менеджером управленцем в этом виде спорта наверное тогда послушайте ну вот честно вам скажу что среди огромного сомна единоборств которые существуют самбо стоит таким вот особняком потому что из дзюдо который я очень уважаю и люблю и на соревнованиях хожу с удовольствием сумо где ну это такой вот необычный да все с удовольствием смотрят потому что это большие серьезные люди среди борьбы на поясов на поясах ну самбо это отдельно это вот наше это родное это любимое и собственно наверное поэтому и судьба у самбо она мне кажется такая с одной стороны приятная потому что мы сами создаем сами занимаемся с другой стороны самая главная проблема это не попадание в олимпийскую семью до сих пор ну я думаю что это не самая главная проблема это серьезная задача я бы сказал цель которая стоит сейчас и перед международной федерацией самбо и перед отечественной федерацией перед всеми нами но я вот знаете уже несколько раз примеры привожу например про американский футбол так он же не является сегодня олимпийским видом спорта но они активно сейчас подождите но это самое главное это наверное более массового и более национального более любимого вида спорта для американцев наверное трудно найти в каждой последней там на ферме там в деревеньке это дыня кожаная и так сказать два человека начинают бросать играть наверно суть заключается в том что главное все таки задача это вернуть самбо ту популярность которая была в тридцатые в сороковые пятидесятые годы даже в шестидесятые и все таки вернуть людей вот к истокам на к истокам это действительно наш национальный вид спорта наверно вот это главная задача продвижение в олимпийскую программу я думаю что это серьезная амбициозная цель которая действительно перед всеми нами стоит перед самбийской общественностью но тем не менее я думаю что самбо не умрет вот сейчас она не в олимпийской программы нельзя сказать как-то заупокойно что значит не умрет мы сейчас с вами будем говорить о том как мы его развиваем как раз я говорю о том что ничего страшного не произойдет самбо будет жить самбо будет развиваться я вообще ну возьму на себя смело сказать что сейчас самбо на подъеме то есть самбо на подъеме не только в москве но и в различных регионах россии и традиционно россия подтверждает свой класс сильнейший державы мира по самбо максим вспомните пожалуйста когда вы приходили насколько была велика конкуренция ваших может быть детско-юношеских сначала секциях школах и насколько сейчас много ребят юного возраста там 10-12 лет приходит вы знаете такую вот информацию я сейчас даже могу сравнить когда я начинал заниматься начинал заниматься так скажем с подвала вот и у нас занималась подвале но я не знаю человек может быть 10 от силы там 12 это про какие годы вы говорите это конец девяностых вот в девяносто в девяносто седьмом году я начал заниматься борьбой самбо вот это 7 класс и так скажем народу не было набороваться не было не с кем спарринга не было а сейчас я занимаюсь сам начал заниматься сам тренерской деятельностью немного да и я смотрю народ тянется причем тянется достаточно активно у меня даже если взять группы мало младший д у меня детей с 7 до 11 лет уже в районе 20 25 человек то есть средний возраст тоже в районе 15 человек это вот только сентября месяца пришло а вот смотрите застали ли вы такую систему и как вы действуете вот к нам в школу приходили тренеры горели так ну-ка встаньте все так ты высоко пойдешь на волейбол ты пониже у тебя хорошая растяжка пойдешь на гимнастику вы детей как набирать как вы приходите на сколько люди к вам идут когда приходят там я не знаю фехтовальщики тренеры или когда приходят художественные гимнасты может быть дети больше в эту секцию идут чем самбо как у вас происходит но у нас изначально у нас реклама действует то что в интернете из интернета много рекламы идут сейчас проще современные дети соцсеть зашли а там раз объявление много народу очень приходит то что у нас на зале на здании висит баннер вот очень много видит люди идут мимо родители видят то что нарисованы борцы заходят интересуются написано самбо и одно слово самбо очень привлекает народ потому что самбо с многими известными людьми связано тоже федор емельяненко александр емельяненко давайте не будем говорить давайте не очернять то есть на самом деле самбо за последние ну я не знаю наверное пять лет пять лет праня сергей сказал что вышла на большой подъем то есть очень большая популяризация идет вот и дети уже с малых лет тянутся к самбо сергей львович вы как обладатель официальной информации когда я не знаю может быть пять шесть сколько лет вы возглавляете федерацию но уже шестой год шестой год вот шесть лет назад сколько официально занимающихся самбо по москве было и сколько на данный момент есть будем сравнивать цифры да безусловно есть я начну с того что максим дополню он абсолютно прав я в качестве примера могу привести на школу самбо 70 специализированная известная школа вот я могу сказать что в этом году в первый класс набрали шесть первых классов именно на отделение спортивный да спортивный профиль шесть первых классов то есть это ну я не знаю так сказать если у нас где-то в средних общеобразовательных школах шесть первых классов а сколько в классе в самбо 70 учеников где-то 24 от 24 там до 30 человек то есть полторы сотни ребят захотели представляете да хороший показатель девочки да если и девочки да с точки зрения официальной информации безусловно мы это очень внимательно за этим следим но я вот несколько цифр приведу пять лет назад у нас было 52 детских клуба это вот основа самбо это грубо говоря клуб во дворе кто придет каждый желающий кто хочет заниматься может быть даже без каких-то спортивных амбиций для себя для себя совершенно правильно вот сегодня у нас таких клубов 154 да они вас планируются нет не планируются это результат нормальной планомерной работы взаимодействия с муниципалитетами там с правительством москвы с федеральными с вузами с просто с фанатами людьми которые действительно хотят развивать самбо количество отделений спортивных школ увеличилась вдвое и сегодня у нас 15 отделений спортивных школ в москве и количество занимающихся в них где-то уже более почти приближается к 9000 может что было понятно сегодня официальные данные о москвом спорта самбо по количеству занимающихся в спортивных школах занимает четвертое место после футбола плавание легкой атлетики можете себе представить самые массовые просто вот я просить пожалуйста но самбо не олимпийский вид спорта без условно и занимая среди более чем восьмидесяти видов спорта который культивируется на в системе спорта москвы занимает четвертое место но это это более чем серьезно где вы берете тренера сергей львович это ведь сам готовим мы готовим тренера в институте физкультуры готовим очень многие ребята спортсмены которые завершают выступление переходят на тренерскую работу ну вот кстати максим да наверное самый большой он сегодня действующий спортсмен кстати говоря максим не только действующий спортсмен не только тренер но и сотрудник московской федерации самбо сейчас у меня максим расскажите где у вас в сутках прячется еще лишние пару часов чтобы все успевать и к сожалению нет нет а когда вы все успевать смотрите вот по большому счету у спортсмена должны быть пару достаточно длительных хороших интенсивных тренировок должно быть время на отдых вы в это время я так понимаю вместо сна идете на работу с ребятами в зал на самом деле я как бы сейчас своей спортивной карьере достаточно избранно отношусь к соревнованиям на которых принимать участие то есть сейчас не так много времени тренироваться вот в то же время не хочется выходить на ковер в плохой форме вот то есть приходится выбирать на каких есть возможность участвовать соревнования непосредственно к ним готовиться вот что касается тренировок и работы все остальное время посвящаю работе с детьми да но вы собственно и сами получаете тренерский опыт и деткам передаете все что вы сумели накопить чему научиться но о том как складывается ваша тренерская карьера мы поговорим буквально через пару минут не переключайтесь сегодня тема программы самбо доброе утро тем кто к нам только что присоединился сегодня праздную вместе с моими гостями 75-летие национального вида спорта самбо 1938 год отправная точка сегодня в гостях сергей быдаков президент федерации самбо москвы и максим неганов мастер спорта международного класса по самбо вы двукратный обладатель насколько я понимаю максим кубка мира в общем все титулы которые можно было собрать вы собрали теперь решили перевести свою карьеру на тренерские рельсы вот мы с вами чуть-чуть начали говорить о том как у вас складывается вот ваша работа уже на новом поприще вам насколько было легко переходить от действующего спортсмена в категорию тренеров ну так скажем я еще не понял перешел я не пришел то есть есть шанс что вы вернетесь на ковер уже для того чтобы бороться просто но на самом деле я продолжаю бороться да как это уже было сказано вот то есть я с этим еще не заканчивал мне есть еще цели стать заслуженным мастером спорта то есть пик а заслуженного на каких соревнованиях самбо дает но это по совокупности очков то есть надо выиграть либо два чемпионата мира либо каким-то еще образом набрать на данном случае мне не хватает 35 очков для заслуженного мастера спорта так скажем один шаг но шаг такой в моем случае достаточно большой надо сделать вот потому что времени тренироваться как в принципе полагает спортсмен там два раза в день каждый день пять раз в неделю у меня не получается ну вот из-за этого приходится думать находить время вот а по поводу тренерской деятельности на самом деле я больше наверное сейчас для души занимаюсь этим потому что мне нравится возиться с детьми а вас маленькие детки да то есть мы не берете так уже полупрофессионала вы начинаете с азов ну так скажем у меня возраст это начиная семи и до и взрослые есть и средний возраст есть и приходят именно новички вот с нуля и уже что-то пытаемся слепить из них терпения хватает но на самом деле так скажу это если по себе судить то с детьми намного мне лично сложней заниматься особенно с маленькими там возраст который семи до двенадцати очень сложно потому что терпение у него самого два ребенка вот если дома получается нагрузка такая детей приходится воспитывать да тоже держать себя в руках периодически и здесь еще тоже на ковре когда дети маленькие на самом деле много нужно внимания много нужно терпение вот со взрослыми конечно намного легче особенность уже результаты быстрее видны но и результаты да и на самом деле просто пытаюсь тренировки выстроить со взрослыми именно такие не то что тренер ученик а более такие мягкие можно сказать даже некоторым роде дружеские то есть демократичного воспитания люди приходят после работы они хотят что взрослые люди они хотят разрядиться после работы это отвлечься и в то же время нагрузиться вот я предоставляю такую возможность так скажем а с детьми надо все-таки показывать кто есть кто потому что начинаешь только давать слабину они начинают визжать бегать прыгать вот то есть делать все вещи которые в принципе делать не нужны и не раздражать тренера перегревович согласно кивает головой тоже был тренерский опыт такой вот с маленькими детками когда нервов нужно больше чем умения и мастерства на самом деле нет полностью согласен с максимом да потому что у нас реализует сейчас программу основа самообороны в школах мы запустили тоже порядка пяти лет назад эту программу и вот о чем она говорит что дети конечно с огромным желанием занимаются это третий урок физкультуры факультативный урок и сделал добровольная то школа которая выбрал для себя именно этот вид спорта мы помогаем с экипировкой с коврами помогаем с с методологией а проводят эти уроки физкультуры обычные учителя и это те учителя которые те учителя которые имеют борцовскую подготовку они прошли дополнительное обучение у наших тренеров либо в некоторых школах работают и наши тренеры тоже прикреплены только так но могу сказать что это не конечно не классическая тренировка самбистов это совершенно правильно это основа самообороны понимаете дети должны уметь упасть правильно ничего себе не повредить сгруппировавшись совершенно правильно да и подстрахую подстраховывая себя должны уметь ну наверное отбить хотя бы элементарно любой удар вот но и быть вообще физически координированными способными и кувыркнуться и упасть и сделать какое-то движение здесь конечно огромное желание у ребят и у родителей есть реакции мы специально изучали спрашивали очень довольны вот поэтому но абсолютно максим прав это уже не гуляние это уже не игра это уже либо урок либо тренировка то есть полноценное занятие где ребят уже начинают приучать к тому что надо уметь подчиниться надо быть дисциплинированным надо выполнять задания тренера или преподавателя сергей львович вот вы в самом начале программы сказали что сейчас самбо возрождается и сейчас появляется больше тренеров больше залов больше желающих заниматься не кажется ли вам нонсенсом что в принципе в стране я вот например за всеми руками и ногами голосую за вот эти нормы гто которые самбо это как раз тот я не знаю вид спорта который включает себя очень много элементов входящих в эту систему то есть там тебя действительно учат и правильно падать и поддерживать себя в какой-то форме и то что вы сейчас делаете включайте эти уроки именно с подготовкой самбо в систему это ведь тоже какой-то вот элемент ну что-то наподобие этих норм готов на самом деле уже это было в истории самбо было нормативы гто и действительно основа самообороны наши физкультурники сдавали в качестве одного одной из дисциплин одной из дисциплин гто но надо знаете признать то что у нас все таки общество тоже идет все процессы глобализации которые идут по стране они тоже приходят и в общество и здесь уже знаете люди тоже начинают выбирать умеют выбирать наверное я бы не стал может быть намеренно намеренно ну заставлять людей каким-то образом этим заниматься наверное все таки люди должны иметь возможность заниматься тем видом спорта к которым хотят вопрос заключается только в том что мы должны создать условия для тех кто хоть и хочет заниматься самбо вот я бы так поставил вопрос вот для тех кто хочет заниматься самбо мы должны создать все условия для того чтобы ребята занимались кто для себя кто для достижения спортивных результатов вот это наверное самое главное ну а для вот ребятишек Вот для ребятишек это, конечно, мне кажется, это просто важно. Это просто важно хотя бы в качестве, вы знаете, вот даже безопасности. Даже я помню, вот когда программа «Умею плавать», «Умею плавать», она же, вы знаете, она не политическая программа. Это программа обычная, хорошая, и она связана с тем, что каждый ребенок должен уметь плавать. Вы знаете, чтобы ребенок хотя бы не утонул. Это вот элементарно, это просто, но настолько это жизненно необходимо, что, безусловно, этим надо заниматься. Надо учить детей плавать, надо учить детей элементарно падать, надо детей учить бегать, хотя бы владеть своим телом. Тогда действительно мы за наших детей. Но в самбо, мне кажется, все проще. Есть спортивный зал в любой школе, и дополнительный третий урок можно провести всегда, в отличие от бассейна. Потому что я не знаю точную статистику, какова ситуация в Москве с бассейнами, но в провинциях еще хуже. Я приехала в свое время из Курска, там один бассейн на весь город. В городе живет миллион жителей. Поэтому даже и при всем желании я не могу отдать своего ребенка для того, чтобы он научился плавать. Сам бы все проще отдал зал, попросил вот Максима и его товарища, которые умеют и знают, как это. И вот, пожалуйста, это третий урок. Вы все время приводите в пример, там, Америку, там, американский футбол. Да там нонсенс, когда один урок или два урока физкультуры. Там каждый день они должны быть. А у нас, о чудо, разрешили провести третий урок. Это же глупость какая-то несусветная. А потом мы сжалуемся на то, что у нас все плохо, со здоровьем беда. Вообще сам бы можно заниматься на улице. Сам бы можно заниматься на улице. В минус 20 особенно. Можно в лесу. Кстати говоря, при минус 20 это даже великолепно. Да ладно. Даже ковра не надо, снежный покров это, естественно, абсолютно. Максим, вы занимались в минус 20 в лесу самбо? Ну, так скажем, заниматься непосредственно на тренировке у нас. Здесь в Москве нет, а на сборы, например, постоянно выезжаем в зимний период времени. И нас вот в детстве, например, я до сих пор помню, как тренер заставлял бороться на снегу. И, знаете, это доставляло некоторые даже, ну не некоторые, а большое удовольствие. Это вроде бы как, с одной стороны, и тренировка была, да, а с другой стороны, и подурачиться можно, что как раз хотелось ребенку. И падать не больно. И падать не больно, соответственно, конечно. Вы со своими детьми нынешними практикуете или они все-таки у вас более такого юного поколения все еще изнеженные родителями? Ну, так скажем, я просто совсем недавно начал тренировать, был второй год. Не вывозил еще только нынешним летом, планирую вывезти на сбор, попробовать. Вот, и уже там тогда после сборов скажу. Ну, вам нравится вот ваше личное ощущение тренерской работы? Ну, так скажем, я однажды для себя в жизни сделал вывод, что любая работа, любое дело, которым я буду заниматься, оно должно быть мне по душе. Я не буду заниматься вещами, которыми мне не нравятся. И, соответственно, если я на данный момент тренирую, мне это в удовольствие, мне это, так скажем, в кайф. Давайте продолжим мы о тренерской карьере, о спортивной, говорить с нашими гостями через пару минут. Сегодня у нас празднично-спортивная программа. Вместе с моими гостями говорим о национальном виде спорта, о самбо. Сегодня мы празднуем 75-летие. Сергей Бадаков, президент Федерации Самбо Москвы и заслуженный, нет, не заслуженный еще, к сожалению, да, да, мастер спорта международного класса Максим Неганов у нас в гостях. Сергей Львович, а, давайте еще скажем, что для желающих задать вопросы и просто пообщаться с нашими гостями, работает телефон студии 6510996, код города 495. Либо, если лень звонить и далеко от телефона, можно написать сайт Финам.фм, выбирайте страничку программы на своем поле, наши гости с удовольствием ответят. Может быть, народ спросит, где ребенка поближе к месту жительства отдать. Может быть, когда тренирует Максим или кто-то там еще из тренеров интересует. Это все тоже наши гости готовы вам рассказать. Сергей Львович, вот мы с вами, так скажем, за эфиром поговорили о том, что у Самбо сейчас выстроена система развития и такого вот популяризации вида спорта. Вы с Владимиром Владимировичем Путиным говорили на встрече в школе Самбо-70. Что в итоге, какие конкретные шаги уже были предприняты вами, как руководителям Федерации? И что еще намечено для того, чтобы действительно были не только третьи уроки, но и не только 154 клуба, но и 254 четвертые уроки? Я хочу сказать, что, во-первых, президенту рассказали о том, насколько развивается Самбо в России, в Москве. Кстати говоря, по целому ряду программ, в том числе и по школьной программе, тоже дали информацию, рассказывали, что Москва здесь является лидером по эксперименту в школах. Ну, сейчас уже это не эксперимент, а сейчас уже это практика. Ну, на встрече еще присутствовали президенты Беларуси, Болгарии, Италии, граф Кенский присутствовал. Поэтому обсуждалось и развитие мирового Самбо. Ну, конечно же, важный вопрос обсуждался это продвижение Самбо в Олимпийскую программу. И надо понимать, что здесь два этапа. Первое – это включение в реестр видов спорта, который официально признается Международным Олимпийским комитетом. И уже второй этап – это включение непосредственно в Олимпийскую программу. Перспективы здесь хорошие. И вот, значит, Международная Федерация сейчас достаточно активно работает по продвижению Самбо в Олимпийскую программу. Поднимались вопросы о развитии массового Самбо. И вообще, честно говоря, мы много ничего у президента не просили. Мы просили только об одном – не забывать, что это наш национальный вид спорта. И нам во многом нужна не финансовая, не материальная, а все-таки такая моральная поддержка. Это моральная, идеологическая поддержка и понимание, что это действительно наш национальный вид спорта. Сергей Леонидович, ну вы, я думаю, достаточно быстро нашли отклик. Потому что, как мне кажется, вам достаточно просто говорить именно на этой теме с президентом, который сам с единоборствами связан так или иначе. Да, безусловно, человек, который прекрасно понимает, о чем идет речь и знает прекрасно историю развития, знает, насколько развита сейчас самбо. Потому что, кстати говоря, президент тоже участник многих соревнований по самбо. И вот предстоящий чемпионат мира в Санкт-Петербурге, кстати говоря, в юбилейный год, очень важный для нас. Мы тоже ждем на открытие главу государства. Ну а с точки зрения подвижек, я вам могу сказать, что, наверное, сейчас самое главное, это не сворачивать с курса, а двигаться вперед и не успокаиваться вот на тех результатах. А все-таки действительно двигаться вперед, потому что, наверное, останавливаться ни в коем случае нельзя. Мы очень много потеряли в начале 90-х годов. Это, конечно, потеряли, наверное, вся страна во всех сферах жизнедеятельности, в том числе и спорт. И, конечно, трудно, тяжело восполнить эти провалы, закрывать, опять вкладывать в развитие нашего вида спорта. Но, тем не менее, я думаю, что сейчас за самбо не надо беспокоиться. Самбо уже, как вид спорта, набрал силу. И вот наша задача только обеспечить действительно это движение вперед. А какую-то острую конкуренцию со стороны, например, дзюдо? Сейчас очень, мне кажется, бурно так развивается ушут. Хэквондо. Вы чувствуете или вы сами по себе, эти виды сами по себе, у вас аудитории не пересекаются? Вы знаете, ну, безусловно, дзюдо пересекаются, дзюдо пересекаются. Но у нас нет здесь никакой войны. Более того, мы сегодня сотрудничаем, сотрудничаем. И для тех спортсменов, которые у нас выступают и по дзюдо, и по самбо. Мы даже сейчас, ну, в частности, с Московской Федерацией дзюдо, у нас сейчас идет работа по взаимному согласованию календаря мероприятий на 2014 год для того, чтобы для спортсменов сделать максимально удобный график участия в различных соревнованиях. Но вместе с тем, я считаю, все-таки, самбо очень универсальный вид спорта и хорошая база, хорошая база для подготовки и в том числе для таких сейчас модных соревнований, как «Бои без правил». Ох, мне кажется, это такая у вас очень тонкая грань между занятиями самбо, боевым самбо. Самбо и «Бои без правил», ну, там грань очень, ее порой даже и не бывает. Вот ребята, которые специализируются на боевом разделе, самбо, я могу сказать, это готовые спортсмены для «Боев без правил». Ну, примеров здесь более чем достаточно. Кстати говоря, наши российские спортсмены доминируют и не только по спортивному разделу и на чемпионатах мира, но и очень серьезно доминируют в боях без правил. То есть, подготовка, уровень базовой подготовки для спортсменов очень-очень серьезный. Давайте вернемся к «Боевому самбо». Мне кажется, это достаточно такая отдельная тема. Есть у нас Сергей, телефонная линия. Доброе утро. Алло. Да, доброе утро, Сергей, мы слышим вас. Подскажите, пожалуйста, у меня вопрос к уважаемым гостям. Значит, растет сын, хотел бы его записать в секцию и вот хотел бы поинтересоваться, вот с какого возраста лучше, так сказать, нам уже обратиться. А сколько лет мальчишке? Ну, на данный момент три. Три года. Ну, я могу сказать так, всегда был рекомендованный возраст, занятие самбо с 10 лет, но в настоящее время уже нами подготовлена официальная программа. Это методическое пособие, которое сегодня официально признано и Министерством спорта, и Департаментом физической культуры и спорта по занятиях 7 лет. То есть уже с 7 лет можно отдавать ребенка в самбо, и в основном это будут упражнения, связанные с координацией, с умением страховаться, общефизическая подготовка. То есть к 10 годам мальчишка уже будет, ну, полностью подготовленный уже к тренировке по, уже непосредственно по бросковой технике, ну, и так далее. Максим, а сколько вы начали заниматься? Ну, я достаточно поздно начал заниматься, я в 7 классе. А, да-да-да, вы говорили. Но вы сумели как-то быстро наверстать все то, что упустили с 10-летнего возраста? Ну, так скажем, я вошел сразу быстро в кураж, у меня на самом деле получилось так, что полгода отзанимавшись, меня сразу тренер повез на соревнования. Бросил воду, чтобы научить плавать побыстрее. Ну, можно и так сказать, как раз там нос разбили и все, вот. Но на самом деле это все так меня впечатлило, что у меня так все завертелось, закружилось, и я там чуть ли не каждый начал в выходные ездить на соревнования, вот. Ну, наверное, благодаря такому опыту, то, что я постоянно боролся, вот, достиг таких результатов. Сколько сейчас самому младшему занимающемуся в вашей группе? Ну, у меня группа с 7 лет. Единственное, ко мне, конечно, приходят родители, у которых они отдают первого своего, одного старшего ребенка, вот, приходят ко мне с просьбой. Вот, у меня мальчику уже 6 лет, почти 7, можно, можно. Я говорю, конечно, можно, но единственное, как бы нагрузку приходится немножко соизмерять. Изменьшать, конечно. Вот, ну, на самом деле, я знаю, что есть и практика, что детишки приходят и в 4, и в 5 лет, но там нагрузка такая идет, уже акцент делается больше на, вот, как Сергей Львович правильно сказал, на страховку, на выполнение каких-то кувырочков, вот. То есть подготовить именно коррадиционно к сложным элементам, которые у нас в самбо. Подготовите спортсмена, а он раз и в соседнюю секцию дзюдо убежит или карате. Ну, на самом деле, я так скажу, что и самбо, на самом деле, это очень редко бывает, и вот, лично на моем опыте, и самбо никто не уходит. А вот скажите мне, уважаемые мои гости, и Максим, наверное, в первую очередь, мы чуть-чуть затронули тему боевого самбо. Не кажется ли вам несколько обидным, что от традиционного спортивного мастерства, от искусства действительно проводить правильный поединок, от умения бороться, не применяя какие-то жесткие силовые приемы, вот эта популярность не так велика, как у боевого самбо, где много экшена, где много эмоций, где много ударов. Вот мне кажется, что это вот такая грань достаточно скользкая между самбо и боевым самбо, Максим. Ну, на самом деле, просто здесь выбирает каждый свое, то, что ему ближе, например. Я тоже, как спортсмен, пробовал себя и в боевом самбо, вот, даже начинал готовиться. Я чемпион Москвы, без лишней скромности сказал, чемпион Москвы 2010 года по боевому самбо, вот. И когда Москву выиграл, я начал готовиться к чемпионату России, но понял, что тут не мое. То есть каждый спортсмен выбирает для себя то, что ему ближе. Кому-то это ударная техника ближе вместе с борьбой, кому-то просто борьба. То есть тут борьба переплетается, да, разнообразие, но все равно каждый остается при своем. Ну, борцов, которые занимаются обычным самбо, их не так, может быть, много и известно среди не специалистов. Те, кто действительно в боевом самбо, мне кажется, они гораздо более популярны. Потому что действительно народ жаждет хлеба и зрелищ. Ну, не могу с вами не согласиться, да. Потому что, ну, на данный момент люди увидели, что попали в голову. Человек там либо в нокауте, либо упал. Человек понимает. А борцовскую технику люди не все могут воспринять, как воспринимают спортсмены, которые непосредственно занимаются. То есть, возможно, вот из-за этого, как бы, и боевое самбо получается, что в некотором смысле зрелищный. Сергей Леонидович, вы разделяете в Федерации вот эти два понятия самбо и боевое самбо? Понятное дело, да, вот есть какое-то предпочтение? Вот лучше ты вот этим занимайся, а самбо это зрелище. Знаете, вот нет отдельно боевого самбо и нет отдельно спортивного самбо. У самбо исторически было, скажем так, спортивный раздел — это база, это фундамент. А боевой раздел — это надстройка. Вот самбо — это и спортивное, и боевое самбо. И изначально самбо преподавалось еще, начиная еще до того, вот как Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта в 1938 году признал самбо видом спорта. Когда работали секции, работали кружки и так далее, в первую очередь самбо преподавалось для бойцов Красной Армии и сотрудников правоохранительной системы. И поэтому боевой раздел, он доминировал. Он, безусловно, доминировал, но базовый раздел вообще для, как для спортсмена, для бойца Красной Армии, неважно, это все-таки спортивный раздел. Поэтому сегодня, когда мы говорим о развитии самбо, мы говорим и о спортивном, и о боевом разделе. И не надо это разделять, это единый комплекс, это единый действительно комплекс. Есть сегодня ребята, которые специализируются, действительно, правильно сказал Максим, и на чисто спортивном самбо, там бросковой техникой, и технари прекрасные. А есть действительно ребята-бойцы, которые хотят действительно по правилам боевого самбо. И, кстати говоря, все чемпионаты мира, чемпионаты Европы официально проводятся и по спортивному разделу, и по боевому разделу. Не разделяют федерации. А славой, вы знаете, я тут думаю, славой мы поделимся. Поделимся. Хорошо, сегодня обсуждаем самбо, празднуем 75-летие и вернемся через минутку. С хорошими-то гостями и время, к сожалению, бежит очень быстро. Национальный вид спорта самбо отмечает свое 75-летие. Сегодня говорим о том, с какими проблемами сталкивается этот вид спорта, а какими успехами может похвалиться Сергей Быдаков, президент Федерации самбо Москвы. Максим Неганов, мастер спорта международного класса, обладатель большого количества наград и титулов. Максим, ну простите мне мой, может быть, такой вот любопытный нос. Всегда очень хотелось узнать у самбиста. Вот смотрите, заходишь в Википедию, а там написано, самбо объединяется, разные виды борьбы. Взял самое лучшее у казахской, у бурятской, у грузинской, у армянской борьбы. И при этом сделана система такова, что спортсмен может, в общем, достаточно легко и уютно себя чувствовать и на улице в каком-то бою, и на любом другом там поединке. Вот вам никогда не приходилось попробовать свои силы, например, в казахской борьбе? Может ли спортсмен-самбист, коли этот вид спорта универсален, попробовать себя в другом виде спорта и там стать чемпионом? На самом деле, ваш вопрос как нельзя в адрес, точно в адрес скажу. На самом деле, я за свою карьеру, я люблю эксперименты, как говорится, за любой кипиш, кроме голодовки, вот. Я недавно, буквально недавно почитал за свое профессиональное занятие, пока я занимался самбо, да, занимаюсь, я поучаствовал в 13 видах разных борьбы. Так, рассказывайте, что... И благодаря как раз тем навыкам, которые я приобрел в самбо, то есть это и якутская, и татарская, и корейская борьба, то есть, ну и много-много, и сумо, и дзюдо, и универсальный бой. То есть, перечисляйте, мне сейчас сразу не вспомню все виды борьбы, но вот буквально недавно садился, считал 13 видов борьбы, в которых я принимал участие. То есть, то, чему вы научились в секции самбо, вы потом смело, подправив какие-то элементы, научившись, может быть, или что-то там под национальный вид спорта, подстроившись, смогли и в других видах выступать? Да, даже я ничего не подправлял, я просто пользовался теми навыками, которые приобрел в самбо, мне достаточно было узнать правила, что можно делать, что нельзя, и все. И боролся я как по самбо, только учитывая те правила, которые были написаны по данному виду спорта, в котором я принимал участие. Так у нас получилась незамысловатая реклама универсальности самбо, вот так нечаянно негодно. На самом деле так и есть, то есть, самбисты могут себя, как бы, преподносить во многих видах спорта, и причем быть лидерами в этих видах спорта. Мы сегодня говорим о том, что у самбо день рождения, что мы отмечаем достаточно такую симпатичную дату в 75 лет, в связи наверняка с ней было множество турниров, было каких-то торжественных мероприятий, может быть, несколько, Сергей Львович, что было, расскажите, я знаю, что впервые на университете в Казани был, в общем, дебют для самбо. Ну, да, и более чем успешный дебют. В этом году, конечно же, мы провели очень важный этап Кубка Мира, Суперкубок Мира, мемориал Анатолия Аркадьевича Харлампеева, это фактически один из наших отцов-основателей. Вот, что у нас, буквально недавно, к юбилею мы открыли выставку в центре Саши Руковишникова на земляном валу, она работала до 17-го числа, с 11-го до 17-го числа, это в основном, это современные самбо, самбо в Москве, развитие самбо. Это, может быть, какие-то сочные, яркие моменты боев. Да, очень сочные и хорошие фотографии, прекрасно, вот, буквально неделю назад мы это все открывали. Буквально завтра у нас начинается чемпионат мира в Санкт-Петербурге, вот, и в рамках чемпионата мира пройдут ряд юбилейных мероприятий, в том числе торжественный прием Международной Федерации самбо, куда будут приглашены, конечно же, ветераны, где будут вручены общественные награды, благодарности тем людям, которые внесли свой вклад в развитие самбо. Будет ли что-нибудь сделано на чемпионате мира в плане популяризации, я не знаю, и пропаганды для того, чтобы все-таки стать олимпийским видом спорта? Что запланировано? Да, ну, безусловно, будут представители Международного Олимпийского комитета приглашены, будет гаситься марка юбилейная, которая специально выпущена к юбилею самбо. Ну, я думаю, что, вы знаете, ну, на самом деле, продвижение в олимпийской программе, это очень серьезная лоббистская политика, поэтому, помимо вот больших мероприятий, надо просто встречаться, разговаривать на приемах, на чемпионатах. И вот таких встреч будет, конечно, очень много, и люди знают, чем заниматься, о чем говорить, для того, чтобы действительно сделать шаг вперед. Мы планируем юбилейное собрание Московской Федерации, оно состоится в начале декабря, ну, и попечительский совет расширенный Всероссийской Федерации в декабре, ну, фактически поставит точку. Ну, а из прошедших турниров хочу тоже отметить большой детский турнир, он был посвящен юбилею, который прошел в новом дворце спорта, который открыт в школе самбо-70. Замечательный, уникальный спортивный объект, ну, и он начал, вот, фактически оправдывать свое предназначение, был проведен большой турнир. Вообще, турнир подобный будет ежегодным, а ежегодным он будет, даже, я думаю, уровень международный, открытый турнир, куда будут приезжать и дети из всех регионов России, и по желанию из различных стран, для того, чтобы поучаствовать вот в этом турнире. Максим, чемпионат мира, Петербург, рядышком, близенько, а вы здесь, нет вот какой-то такой вот червоточинки? Ну, конечно, обидно, конечно, обидно, просто еще, когда смотришь на ребят, которые принимают участие, да, и понимаешь, иногда ловишь себя на мысли, что ты с этими ребятами боролся, даже выигрывал, бывало у них. Вот, конечно, иногда обидно, как спортсмену, что не я на их месте, но каждый занимается, на самом деле, каждый выбирает свой путь, каждый занимается своим делом, и я, на самом деле, сейчас считаю, что я на своем месте, то есть и занимаюсь тем делом, которым должен заниматься. Вы предполагаете, может быть, из тех ребят, которых вы знаете, с которыми хорошо общаетесь, кто будет с чемпионскими наградами, какие-то вот медальные планы своих коллег разуздавали? Ну, на самом деле, я надеюсь, что все будут с медалями, причем золотыми, да, конечно, есть, я знаю всех спортсменов, ну, многих спортсменов, да, и из других стран, и примерно представляю, кто готов занять первое место, вот, но, так скажем, не будем. Да, не будем заранее, всегда это не очень хорошо. А есть какие-то медальные планы, Сергей Иванович? Медальных планов нет, есть только одна задача, это стать лучшими последние годы. Не амбициозно совсем и скромно. Да, совсем такая скромная задача, но, тем не менее, она реальная, и на протяжении последних лет в неофициальном командном первенстве, она всегда, это неофициально, это подсчитывается, скажем так, немножко на втором, вторым планом идет, но для нас это тоже. На втором плане, а всегда самое главное медальный зачет, прямо раз смотришь, табличка. Слушайте, если мы больше всех медаль завоюем, поверьте мне, мы, конечно же, об этом похвалимся. Конечно, очень хочется. Ну, вы знаете, здесь это, конечно, тоже важно, это тоже важно, на нас смотрят многие страны, на самом деле здесь нет мальчишек для битья, и очень хорошую конкуренцию нам составляют и сборные Казахстана, очень сильные сборные, Беларусь, очень хорошая сборная, Украина, очень хорошая сборная. Болгары борются очень хорошо. Ну, в Болгарии, мне кажется, борьба это тоже каким-то особняком такая стоит. Согласен, согласен, но тем не менее, очень вот европейский уровень, но если говорить не о Европе, это, ну, конечно, Корея, Монголия, это... Япония на университете очень хорошо показала себя. Да, 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 то есть конкуренция очень высокая. Но это же и хорошо, чем больше у тебя серьезных соперников, конечно. Чем жестче конкуренция, тем оттачивается мастерство и тем весомее победа, конечно. Когда приезжаешь и там какие-то, а действительно мальчики для битья, у вас нет никакого интереса. Ну, конечно, это мне не очень интересно. Вы двумя составами туда поехали, наша сборная, на МИР? Нет, поехали одним основным составом. Отбирались как-то или это... Да, безусловно, это чемпионат России, чемпионат Европы, это отбор в состав сборной, ну, а дальше тренер, главный тренер уже индивидуально подходит. Но сейчас чемпионат мира для самбистов, это главный турнир или есть какой-то вот... Это главный турнир. Как главный? Это главный турнир. То есть для вас это то, к чему готовится весь сезон и не один? Да, безусловно, это каждый год проходит чемпионат мира, ну, а потом идут этапы Кубка мира, их четыре. Это коммерческие? Нет. Нет, это нет, это не коммерческие. Вот, это этапы Кубка мира, ну, дальше чемпионат Европы и различного рода турниры. Я вам хочу пожелать, во-первых, конечно, тех спортсменов, которые сейчас в Петербург отправляются, хочу им пожелать удачи и чтобы действительно были победы. Не будем ничего более говорить, дабы суеверными не прослыть. Ну, и благодарим вас, Сергей Бадаков, он у нас сегодня был в гостях, и Максим Неганов. Я надеюсь, что и о ваших наградах, и о ваших победах, теперь уже тренерских, Максим, мы обязательно услышим буквально через несколько минут. И хочу пожелать, чтобы все были здоровы и побольше было побед. Спасибо вам большое. Спасибо, да. Вернемся к спортивным темам ровно через 7 дней. Болейте за наших, будьте здоровы, счастливо.